Это сделали ульяновские железнодорожники паровозного депо станции Ульяновск для своих коллег, для своих товарищей, которые находились на локомотиве, то есть для своих паровозных бригад. Даже в тяжелых условиях военного времени женщины стремились улучшить быть в поездах, где им пришлось заменить 14 тысяч куйбышевских мужчин-железнодорожников, которые ушли на фронт. Более 30 человек из них стали героями Советского Союза, другие получили разные медали и ордена, а женщины и подростки трудились в составе поездных бригад и ремонтных команд. Когда мы говорим нашим посетителям, что за смену молодая женщина в топку, вручную, лопатой перебрасывала 10 и более тонн угля, конечно, в это сейчас трудно поверить. Но это были мужественные женщины, и каждая из них, конечно, вносила свой вклад в окончательную победу. Во время войны трудиться приходилось без сна и отдыха. Паровозные бригады сутками не сходили с локомотивов. Ремонтники трудились по 2-3 смены, обеспечивая выдачу исправных паровозов. Именно через железную дорогу в Куйбышев были эвакуированы 18 миллионов человек, более 2,5 тысяч предприятий, а на фронт постоянно отправляли составы с солдатами, военной техникой и топливом. Была огромная ответственность людей за порученное дело. Не только были военные грузы, допустим, военная техника, но и живая сила, горючее, продовольствие. Все это было необходимо доставлять вовремя, бесперебойно к фронту. Трудились железнодорожники не только на благо фронта. Помогали они и тем, кто работал в тылу. Городской транспорт не справлялся с доставкой тружеников на заводы. Тогда, в 1944 году, был открыт третий дополнительный электрифицированный путь длиной 14 километров. Куйбышев-Безымянка. Это сразу сняло напряжение, потому что работали круглосуточно. 25 поездов в одном и в другом направлении доставляли до 50 тысяч рабочих на станцию Безымянка на военные заводы. О трудовых подвигах железнодорожников во время Великой Отечественной и послевоенном развитии Куйбышевской железной дороги можно узнать в музее на вокзале, но позже, пока выставочный зал закрыт на реконструкцию. Планируется, что уже в сентябре музей откроет свои двери, чтобы рассказать о вкладе железнодорожников в присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.